Поскольку такой способ работы с анимационными клипами и с работой с анимацией внутри клипов довольно распространен. Поэтому даже есть такие средства для переключения между редакторами. Либо это граф-эдитер, где мы можем редактировать кривые каких-то отдельных элементов либо это тракс-эдитер. Вот сейчас нету ключей. Если я выделяю какой-то элемент, автоматически загружается Auto Load Selected Chactors. Автоматически подгружается чактор, в котором этот элемент находится. Поэтому даже если я чактор включаю, я вижу эти клипы. Когда я его выключаю, клипы я не вижу. Но при этом, если я выделяю какой-то элемент, он показывает, какой именно чактор содержит все эти клипы и на каком элементе. То же самое в граф-эдитере Auto Load Selected Objects. Если я отключаю, то может так получиться, что вы выделяете какой-то объект, но его кривые не подгружаются. Поэтому, например, это предлагается делать мануально. Я выбираю какой-то объект, List, Load Selected Objects. И у меня кривые выделяются именно этого объекта. Я выбираю другой объект, List, Auto Load Selected Objects. У меня кривые от другого объекта. То же самое, если я включу Auto Load Selected, то теперь подгружаются кривые каждого выделенного объекта. Либо даже можно подгружать кривые сразу нескольких объектов, если нужно работать сразу с несколькими объектами, с несколькими ключами. Еще один анимационный инструмент это Window Animation Editor с редактором анимации Dope Sheet. Dope Sheet. Выбираем какой-то объект и видим его ключи. Мне не очень нравится пользоваться этим редактором. Я абсолютно его фактически в моей не использую. Не знаю, во всяком случае я видел аниматоров, которые часто применяют Dope Sheet. То есть, что-то они тут делают, перекидывают целыми стопками, ключами. В основном это те аниматоры, которые не используют Trax. Как ни странно, то есть, они даже ключи копируют, переносят целыми охапками с персонажа на персонажа при помощи Dope Sheet. Мне, например, это кажется абсолютно как-то не очень удобным, поэтому я его не использую. Что такое Dope Sheet? Хотя, где-то я использую очень активно, например, в Light Wave Dope Sheet я использую постоянно. Там мне с ним работать удобно, но в мае вот как-то так получилось, что мне не очень удобно с ним работать. Здесь то же самое, мы видим элементы, которые вот тут есть. Мы можем выбирать их, загружать эти элементы, если их все выбрать, будут все ключи. Я не хочу, потому что начнет тормозить, чтобы показать весь этот график со всеми элементами, но он и так не очень шустро работает. Можно видеть все ключи всех каналов, всех объектов. Вот они здесь есть и есть вот так вот ключи суммарные, общие. Но выделяет даже не очень быстро. Их точно так же здесь можно шевелить, можно делать захлесты, перемещая ключи отдельных элементов. То есть вот я вижу какие и где и могу их, например, там у руки. Если вот я хочу сделать захлест у руки, я, к примеру, могу вот шифтом выделить несколько костей, кость кисти и вот Arm, Force и так далее. For Arm я выбираю вот так последние два, к примеру. Вот только вот эти. но мне придется выделять их каналы все-таки. У них тут есть Rotate и уже вот так вот. Ну и мне вот опять же это неудобно, чтобы выделять какие-то каналы, что-то. В общем, если вы найдете способ как использовать удобно доубшит, то это здорово. Я, например, не нашел для себя удобности использования этого инструмента. Просто вот говорил, что он там есть и им кто-то пользуется. Кому-то это удобно. Вполне возможно, я чего-то просто не знаю. Тоже есть такая вариация. Но тем не менее, мне и так хватает средств, при помощи которых можно сделать анимацию. Значит, вот он мой персонаж. и у меня уже почти готовы ключи для удара. Я не очень знаю, как называется этот удар, но он похож на прямой удар с правой руки. Можно посмотреть, как это выглядит сверху. Вот персонаж производит некий замах, вот пошла рука, и он бьет точно по центру. Правда рука возвращается уже немножко по другой траектории. Что у меня здесь есть? У меня есть ключ в первом кадре, в пятом это начало замаха, в десятом уже начало некоего движения. То есть вот он замах всего лишь до пятого кадра. Некое начало движения, продолжение движения пятнадцатый кадр. Это кульминация. Это поза, этой кульминацией, когда сам удар совершается. И затем возврат уже чуть медленнее вот до такого состояния. И конец цикла это тот же самый кадр, что и самый первый. То есть он возвращается в ту же самую позицию. И поэтому вот его возвращение мы можем смотреть сверху. Оно уже происходит по некой дуге. возможно что и так. Вот он обратно попадает в то же самое положение. Я не показываю как я выставлял позы этого персонажа. Потому что в принципе действие довольно рутинное. Ну например многие они уже имеют пин транслейт ротейт в большинстве случаев абсолютно не требуется. То есть обычный персонаж стоит на ногах и пин транслейт ротейт просто необходим чтобы зафиксировать его на полу на земле. Еще я создал вот такие эффекторы потому что в human ike именно в области голеностопа этот самый эффектор находится. И мне хотелось чтобы персонаж поворачивался не на пятки а на носки. Поэтому когда происходит подворот например ноги я позиционировал так чтобы у меня поворот ступней происходил на носочке и потом точно так же он возвращается обратно. Вот так. Если есть какие-то проскальзывания их можно устранять вот например вот здесь идет такое проскальзывание это устраняется тем что нужно скопировать ключи то есть должны быть идентичные ключи которые держат положение ноги очень строго фиксированно тогда не будет таких проскальзываний движение будет более правдоподобным то есть что ноги жестко зафиксированы на полу сейчас у меня только базовая поза это поза стартовая замах некая подготовка она является инбитвином потому что на самом деле стартовая поза раз удар два возвращение опять стартовая поза три вот три основные фазы старт кульминация возвращение ну и старт с завершением движения должны совпадать чтобы это движение можно было циклить чтобы другое движение начиналось из этой же позы это так называемая idle pose здесь специфика именно геймдева в том что должна idle pose начальная совпадать затем in between это пятый кадр десятый кадр это некие инбитвины то есть подготовка к движению некая промежуточная фаза движения откуда он бьет и поэтому вот благодаря этой промежуточной стадии создается некая линейная последовательность вот рука бьет по центру строго я так выровнял чтобы линия удара была по центральной линии персонажа и насколько я понимаю накапливается энергией в ноге то есть удар должен происходить с ноги поэтому вот в этой фазе начала удара центр тяжести должен быть перенесен на ступню ноги от которой персонаж отталкивается поэтому можно так вот взять и чуть-чуть перенести сюда персонаж готовится к удару чуть-чуть назад чуть-чуть отклонить его в сторону замаха вот так поскольку я включил автокей этот ключ был записан я находился в фуллбоди и вот типичная проблема как только стоит что-то немножко поменять такое случается и иногда такое не случается иногда случается когда вот так вот где-то мы меняем что-то я заметил что у меня когда я произвожу изменения какие-то бодипарти то есть именно бодипарт ключей остальные ключи остаются спайны и так далее потом я начинаю что-то менять происходят такие выверты то есть я с этим сталкиваюсь постоянно и я нашел такой способ извлечения этого нужно выделить все эффекторы мы выделяем полностью все эффекторы смотрим полностью все кривые и мне необходимы исключительно ротейт вот если я сейчас отключу ротейт у меня будут еще транслейт эффекторы в смысле транслейт каналы вот транслейт x и ротейт x потому что контроллеры ик не имеют транслейт мне же нужны только ротейты это происходит исключительно из ротейтов поэтому шоу атрибут какие атрибуты показывают в граф эдитере это будут только ротейт атрибуты так транслейтов я теперь не вижу и я вижу абсолютно все контроллеры ик и все их кривые ротейт я вот так где-нибудь между ключами чиркаю чтобы выделить все эти кривые после чего захожу в кривые и здесь есть change rotation interp как интерпретировать канал вращения я переключаю на quaternion slurp кривая приобретет вот такой характерный вид там между ключами будут находиться острые пики и всевозможные завихрения я не снимаю с кривых выделения оно остается и смотрю все у меня исчезли эти выверты все все выверты исчезли и теперь можно обратно переключиться curvis independent tailor так же как и было теперь можно снять выделение и проблема решена ключ записан то есть новое положение записано вот у меня он у меня теперь отклоняется еще чуть-чуть назад в момент замаха и всякий раз когда будут происходить какие-либо такие вот искажения нужно заново совершить это действие выделить все можно в принципе даже записать небольшой макрос движений вот этих редактирования ключей я не очень силен скриптование на майя на языке мел или питание но тем не менее вот такие вот макросы можно достаточно легко сделать первое что нужно сделать это открыть вот здесь снизу есть такая штучка называется скрипт editor это window general editor script editor его еще можно извлекать отсюда если вдруг вы скрыли эту строку то есть не всегда она нужна чтобы просматривать какие-то warning предупреждения help строку и так далее и вот она панелька script editor так но она никуда не засовывается ее можно только вот так может она куда-то и можно ее здесь немодально прикреплять но ладно в общем-то я активно так ей не пользуюсь первое что нужно сделать edit clear history убрать удалить все из истории и вот воспроизвести вот такую последовательность как она воспроизводится все то же самое нужно воспроизвести все те же действия вот сейчас анимация нормальная и в пятом кадре как я это уже делал выделяю этот хип чуть-чуть его меняю положение автокейм не включен вот воспроизвелись какие-то действия я вижу тот же самый баг то есть позы я могу редактировать совершенно спокойно то есть в самих ключах все замечательно все очень плохо в промежутках между ними вот и вот этот способ устранения этих вывертов когда в промежутках получаются все эти выкручивания нужно устранять то есть сначала мы должны все выделить вот у меня выделение быстрой группы снимаю выделение выделил вот оно все выделено и у меня здесь есть select replace kick effectors я средней кнопкой мышки выделив эту строку всю средней кнопкой мышки перетаскиваю сюда здесь два способа мел и python вот и можно как один так другой использовать ну например на мел сюда все таки это мел как я понимаю поэтому дальше вот выделились все элементы все контроллеры дальше нужно выделить кривые всех этих элементов вот оно произошло выделение значит я беру всю эту строку она очень длинная эта строка она может там мешаться потому что каждый контроллер должен быть выделен и вот они все здесь выделяются мы их перетаскиваем на вторую строку дальше мы предпринимаем вот это действие курвис change rotate interp это interpolation я неправильно сказал интерпретация это интерполяция rotation интерполяция quaternion slurp вот он тут выдает этот результат quaternion slurp вот так берем эту строку перетаскиваем ее сюда этот нам не нужен здесь и смотрим что произойдет если перетащить это на полку в качестве мелскрипта значит я снимаю выделение со всех элементов выделяю какой-то элементик выделяю все эффекторы выделяю все кривые курвес rotate independent эйлер чтобы работать с кривыми вот в таком виде в эйлеровом не квaternion и у меня исчезает вот это выкручивание и теперь если я его снова точно так же воспроизвожу autokey включен снова только стоит повернуть чуть-чуть этот контроллер у меня снова воспроизводится вот этот глюк дурацкий и теперь я воспроизвожу это действие то есть у меня есть на полке нашелся вот это вот все вот оно воспроизводится все это выделилось и вот они мои кривые они воспроизвелись как эслерп теперь я удаляю то есть то что то что мне нужно было произошло теперь я эти кривые эслерп я их выделил у меня все это действия записываются и мне нужно теперь из квитернеонов перегнать перегнать курвис change rotation interp independent error и вот это она последняя строка я ее подставляю вот сюда четвертая строка все теперь вот эти четыре строки мне нужно выделить и отправить на полку закрываем убираем воспроизводим этот глюк заново вот сейчас все в порядке все исправлено переходим на пятый кадр чуть-чуть повернули все все очень плохо снимаем выделение со всего кликаем на кнопочку на шелфе все воспроизвелось теперь смотрим все то есть таким образом у нас вот этот небольшой макрос в четыре строки он очищает все это дело то есть восстанавливает нам все заново можно еще зайти в shelf editor вот она кастомная панель и отредактировать здесь вот tooltip вот этот длиннющий который имеет такое название длиннющее вот он command который он воспроизводит четыре строки то есть здесь можно в принципе что-то менять если нужно он конкретно сейчас для этого персонажа но потому что тут название через fighter идет если какой-то другой chapter у него другие названия уже не будет воспроизводиться все это поэтому просто нужно воспроизвести вот так же это действие в принципе не очень громоздко как вы видели не требует каких-то трудозатрат особых поэтому нормально здесь же меняю tooltip на fixed animation interp подставляю label icon label а что это для анимации и самое главное выделив поменяю то же самое tooltip и сюда вот fixed animation interp и тогда вот здесь поменяется уже на полочке save all shelves все и теперь можно просто чистить так быстро одной кнопочкой воспроизвести все эти действия ну к примеру такой момент для того чтобы двигать плечами я хочу менять положение плечей но при этом меня устраивает как положение руки находится я выбираю контроллер для руки правой кнопкой мышки нажимаю pin both как только у меня контроллер здесь запинен я могу использовать верстную кинематику для плеча просто вот здесь в пятом кадре вот это плечо как-то оттащить куда-то дальше или опустить или приподнять что-то сделать с этим плечом вот действие это у меня записывается то же самое для второй руки pin both беру начинаю шевелить плечо я это делаю вот так вот приблизительно перпендикулярно ставлю контроллеру то есть вот я вижу что контроллер круглый я приблизительно перпендикулярно ему становлюсь и могу крутить ключицу могу крутить ключицу вокруг своей оси прямо в видовом окне перспективы все я ее покрутил у меня положение изменилось точно так же я могу подправить положение колена например здесь у меня еще подкручивания не происходит все это записалось потому что у меня автокей выставлен и происходит вот вся эта ерунда которую я быстренько чищу в принципе вот поэтому конечно блокинг анимации пользоваться проще когда выставляем фиксировано от позы к позе переходим и поэтому вот сейчас в данный момент я понимаю что блокировать анимацию это хорошая идея выставить все тангенты и автоматическое создание ключей на ступенчатые то есть где он тут вот он вот она эта кнопочка степ тангент и если выставить здесь преференции с анимэйшн вместо ауто а тут такого нету все здесь в тангентах есть степет или степет next то есть здесь автоматически вот либо сплайн linear clamping flat plateau auto и wasted тангент ну чтобы их можно было тангенты крутить вот поэтому автоматически что-то как-то вот next step или step никак я делаю вот так вот мне нравится смотреть как анимация происходит так то есть мне так понятнее как позы менять когда я меньшим количеством поз обхожусь я приблизительно уже понимаю что надо здесь менять как ее нужно полировать поэтому я этот момент блок animation я его как бы игнорирую то есть у меня он не воспроизводится как таковый теперь дальше какое-то редактирование уже произошло я всегда могу к этому вернуться дальше могу переходить к следующей анимации вот здесь такие есть переключалочки выбираем что у нас тут доп sheet мне не нужен я переключаю его на graph editor вот он graph editor точно так же panels panel и выбираем какое-то окно почему я здесь на пенеле переключаю ну потому что привычка я например могу окошко поменять юв если посмотреть юв персонажа вот он у меня есть вот его юв так гораздо проще переключаться если мне вдруг понадобится панель тракс editor вот он тракс editor тоже все замечательно теперь я выбираю чактера вот он чактер вот его ключи до 35 кадра значит я вставляю 35 тайм слайдер и create animation clip ф страйк но один называть это как-то не очень правильно ну вот что говорит википедия по поводу ударов вот тот удар который воспроизвел анимации называется джеб значит я записываю джеб в принципе вот хоть и в примитивном виде но очень удобно посмотреть как кросс хук различные удары руками и вы можете точно так же воспроизвести какие-то из них как эти удары наносятся ну а мне соответственно нужно написать название джеб это будет абсолют time slider leave games in timeline убираю put clip in tracks and wizard create clip ну и вот он мой джеб так смотрим вот вот этот клип enable отключен вот этот enable клип включен что мне нужно сделать activate case и вот они мои ключи они все так же доступны для редактирования и когда у вас выставлена галочка activate case вы можете точно так же обратно перейти в редактировании кривых и вот они ключи доступны даже если я отключил chapter ключи все так же доступны и мы их можем редактировать то есть весь процесс анимации становится открытым точно так же как я это делал раньше я могу совершенно спокойно взять например вот в этом самом пятом кадре который я сейчас постоянно кручу что мне тут нужно снять пиннинг во первых правой кнопкой unpin both руки у меня тут запинены это не нужно unpin both теперь я воспроизвожу то же самое действие чуть-чуть повернул анимация у меня снова вся сломалась я воспроизвожу то же действие fix it все у меня исправляется я снимаю выделение и перехожу в tracks editor так и вот меня например еще не устраивает такая поза в промежутке если здесь еще хорошо вот он замах на опорную ногу переходит нужно разогнуть посиднее руку вот это чуть-чуть разгибаем руку так лучше переходим в десятый кадр но здесь идет подворот ноги и энергия должна в позе накапливаться то есть этакий exaggeration выбираем вот эту руку pin both выбираем голову pin both пусть они остаются как были и можем еще запинить pin both tass а вот этот контроллер который управляет грудной клеткой можем попробовать как-либо подвигать чтобы чтобы достичь этакого накопления энергии вот так вот мы должны подвигать маленько спайн подвигать маленько грудную клетку так голову я пожалуй откреплю вон pin она уже получила какой-то небольшой импульс дальше она начнет повреждаться в смысле как бы голова на месте грудная клетка и вот так то есть энергия как бы накапливается и мне еще нужно приподнять локоток выбираем эту руку правую pin both запиниваю ее на месте поднимаю локоток плечо оттаскиваю перпендикулярно еще чуть-чуть дальше вот у меня накапливается в руке некая такая энергия которую он должен выплеснуть выхлестнуть в удар еще дальше нужно отвести руку локоток приподниму и голова у него должна быть развернута в сторону удара я сверху так вижу в сторону удара разворачиваю теперь он видит куда он бьет и он уже довольно неплохо замахнулся автокей у меня стоит все ключи у меня записались теперь мне нужно исправить все вот эти выворачивания я нажимаю пофиксит animate interp так и смотрим вот у меня замах вот он накапливает это движение и вот он его выплескивает все теперь я могу снять пин со всех этих элементов он пин он пин и смотрю вот здесь вот такая вот штука в колене тоже меня не совсем устраивает то что здесь происходит поэтому видимо коленку нужно немножечко вот так все таки подразвернуть дело в том что вот в такой стойке когда он так ногу держит вот вот так он стоит то есть эта нога чуть-чуть в эту сторону смотрит не фронтально не прямолинейно здесь она еще остается на месте в то время как та нога подворачивается и дальше в момент удара он разворачивается на этой ноге полностью на носочке и бьет джепом напрямую при этом куда переносится центр тяжести фронт вью смотрим вот где находится центр тяжести мы мы можем немножко еще покрутить его чтобы все-таки он был на одной линии вот таким вот образом это раз в момент удара во-вторых нужно убедиться что он бьет по центру значит нажимаем пробел выбираем топ-вью вот у него рука ушла с линии удара поэтому мы здесь вот так за эту штучку все он четко бьет по центру вот так и пошли у нас пляски пофиксил это движение происходит очень быстро и возврат пошел и обратно вот здесь можно еще совершить какие-то дополнительные движения вроде отскакивания его то есть после удара он как бы назад чуть-чуть должен отскакивать но сейчас все что я делал все что все действия которые происходили происходили внутри клипа и теперь мне нужно внутри клипа правой кнопкой выделяю activate case ключи теперь неактивны так и вот тут такая вот у трека есть кнопочка если она отключена он не будет воспроизводиться чтобы сделать трек активным мы просто включаем эту кнопочку трек делается активным так добавляем еще один insert track below или insert track above можем просто переместить клип так образуется еще один и какой включаем какой отключаем еще несколько треков образовались активные можно их дезактивировать и можно точно так же remove track сделать убрать теперь прежде чем отключать его мне нужно снова перейти в ту же самую позу начальную из которой будет совершаться следующий удар после этого клип дезактивировать enable клип все отключил зато у меня поза есть отключая check и можно приступать к созданию следующей позы из этого же самого положения из которого он будет бить воспроизвести другой удар вообще вот я не совсем правильно назвал джеб назвал джебом на самом деле не тот удар так потому что на самом деле это не джеб джеб это удар который наносится той же рукой что и нога выставленная вперед а это больше похоже либо на кросс либо на ну какой-то полу хук или что это это прямой удар вообще это прямой удар с опорной ноги вот в действительности нужно сделать джеб вот постоянно будут находиться такие вещи вот мне например не нравится как вот здесь рука и она вроде как вот здесь в десятом кадре вот она должна уже по-другому быть выставлена тут поехало плечо и все остальное и в общем это нужно поменять и вообще вот такую позу нужно чуть-чуть поменять но это на уровне уже исправления я собираюсь сделать четыре удара рукой различных это вот как раз прямой удар потом джеб вот с этой же руки вот с этой с левой это апперкот удар снизу и я так понимаю что это удар какой-то сверху или какой-то очень специфический удар даже возможно не боксерский ну вот например удар с этой руки на тыльной стороной ладони такой немножко не боксерский который идет левой рукой но справа приходящий довольно такой странный это больше каратистский но это необычно но не очень зрелищный а вот удар как раз к примеру вот идущие сверху менее распространенной стратегии вот такой оверхед он довольно эффектный то есть он будет выглядеть здесь хорошо поэтому этих четырех ударов руками будет достаточно при том что их можно будет ими управлять включая вот боковой удар такой был бы тоже хорош вот как раз оверхед такой с навесочкой сверху здесь очень красиво бы смотрелся в чем смысл четырех ударов в том что сочетание например кнопок управления стрелочка вверх вниз вправо и влево четыре оси точнее две оси перемещения контроллера на геймпаде это горизонтальный и вертикальный это минус x минус y x и y положительную сторону вот две оси у них положительное значение отрицательное и плюс кнопки ударов их тоже четыре например на контроллере на геймпаде поэтому одна из таких кнопок к примеру отвечает за удар рукой но в сочетании с геймпадом управления вправо или влево выбор удара и вверх и вниз это соответственно апперкот и оверхед вот замечательно четыре удара рукой точно так же нужно набрать четыре удара ногой ну стандартное управление файтинге в любой игрушке типа mortal kombat или street fighter или taken любая я здесь не рассматриваю комбо пока вот основные четыре удара рукой и четыре удара ногой следующие соответственно идем дальше отключаем enable clip как вот я уже здесь начал это воспроизводить и в первом кадре сейчас у нас анимации нет вот в первом кадре основная это поза контрольная human ike панельку вот она full body выставляем ключ нажимаем клавишу S на клавиатуре я активирую auto frame и теперь в принципе все то же самое мне нужно в пятнадцатом кадре задать максимальное тот же самый я тайминг буду использовать в пятнадцатом кадре у меня идет удар и как я должен этот удар воспроизвести значит я hips вот таким вот образом закручиваю перетаскиваю его на опорную ногу я сейчас действую в окошке топ сверху так я вижу сразу обе ноги вот я их там вижу где они я сейчас перехожу на эту на опорную ногу и теперь мне нужно полностью разогнуть руку выставить ее в ударную позицию в такую вот в какую-то запинить пинбол чтобы сохранить ее поворот чтобы ее положение в текущем состоянии разогнуть насколько это возможно вот сюда я удар этот наношу вот так по центральной линии нанес теперь перехожу в положение например right справа но grid мне тут не нужен show grid grid я отключаю сейчас где-то он нужен чтобы выровняться по осям где-то нет отключаю pinbof он pin и теперь мне нужно спозиционировать руку так все-таки надо ну ладно пусть так и вот так чуть выше где-то на уровне челюсти он бьет где-то вот так на уровне челюсти пусть так вполне нормально теперь можно плечо вот это вот выставление в стойку в позу в какую-то оно занимает какое-то время теперь разворачиваем колено наружу не очень сильно теперь мне нужно видеть центральную линию и его нужно чуть-чуть вот так вот подразвернуть чтобы еще больше распрямить руку чтобы это был довольно такой выразительный удар можно протянуть руку еще чуть-чуть вперед вот такой удар чуть-чуть более выразитель при этом можно чуть-чуть наклонить корпус руку немножко подсогнуть вот так вторая рука уходит назад в этот момент в момент удара но при этом не настолько чтобы совсем открывать его то есть все равно мне нужно его прикрывать чтобы вот таким вот образом и локоточек вниз при этом желательно воспроизвести вот если смотреть в виде сверху некую дугу чтобы поза вот так чтобы она была более естественной гармоничной вдруг еще запенены я могу вот так покрутить немножко в плечах разогнуть немножко руку вот поэтому этот процесс выставки в позу какое-то время отнимает тем более на таком персонаже вот так и поскольку он вот с этой руки бьет ногу возможно чуть-чуть надо подвернуть противоположно вот так посмотреть что в этом случае получится и все-таки его немножко разогнуть он совсем присел поэтому руки он пин и немножко приподнять вот он совсем просел вот как-то так все теперь есть пятнадцатый кадр который можно считать ну разумеется пошли вот эти все выкручивания не важно пятнадцатый кадр который можно считать самим ударом поэтому последний кадр будет соответствовать первому копии таймлайне правой кнопкой мышки тридцать пятом кадре паст и пятый и десятый это у нас некие промежутки значит нам опять нужно пофиксить промежутки эти все все теперь пошла анимация так как она есть удар удар но при этом нет замаха поэтому замах ну где-то например здесь можно покороче обойтись пусть в пятом также я буду делать в пятом кадре некий замах нужно накопить некую энергию для удара перед тем как сделать воспроизвести удар к пятнадцатому кадру нужно какую-то энергию чуть-чуть поднакопить поэтому немножко вот так перетащим хипс назад немножко крутанем нам нужно скрутить его как пружинку вот так чуть-чуть хотя бы чуть-чуть создать какое-то накопление движения в руке в этой руке тоже должно какое-то движение чуть-чуть накопиться поэтому ее можно просто вот так чуть-чуть ближе к челюсти и вот так еще чуть-чуть сюда в сторону вывести все и теперь можно посмотреть и пошел джеб вот он в пятом кадре значит в десятом здесь идет рука ну необходимо воспроизвести какой-то захлест небольшой пусть рука вот так посмотрим что произойдет если вот так сделать в промежутке и вот он удар учитывая что воспроизведены будут захлесты небольшие фиксации какие-то этого достаточно а потом вот обратно он будет отпрыгивать теперь то что получилось нужно воспроизвести записать как create animation clip и вот это как раз джеб ну я их получается перепутал я это учту потом здесь мне это абсолютно ни к чему потому что целевое назначение это механим unity а там уже назвать анимации можно по-другому здесь мне просто нужно назвать как-то по-другому strike left назову так create animation clip вот он strike left enable clip отключаю включаю сам трек и поскольку у меня финальный кадр был в stance позе как обычно то я могу переместиться снова к первому кадру отключить чектора и снова выставить ключ выбрав какой-то элемент поставить ключ с с этого момента начинается следующая анимация теперь у меня имеются все четыре анимации удара рукой по очереди я их включаю вот прямой удар можно вот так их просто все активировать enable 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 персонажа будет очень сильно разрывать но при этом можно просто выключить лишние треки и таким образом воспроизвести треки по очереди вот первый трек вот второй джеб overhead и четвертый апперкот все сделаны идентичным образом вот например тот же апперкот если активировать его ключи activate case то же самое начало удара 15 кадр сам удар возвращение стартовая позиция и между ударом вот начало несколько промежуточных фаз все сделано по одному и тому же принципу activate case отключаем и можно редактировать эти четыре анимации уходим в первый кадр отключаем делаем enable отключаем все и теперь no chapter set animation включен S нажимаем S получили ключ full body и теперь удары ногой анимации четыре удара ногой нужно воспроизвести точно так же для дальнейшей их полировки довольно часто аниматоры используют видео для того чтобы точнее понять как движение должно во времени выстраиваться то есть так называемый тайминг для этого можно загрузить секвенцию изображений сам фильм например move или movie как-то не очень удается а вот секвенцию затягивает хорошо но с небольшими ограничениями это должно быть не больше 999 кадров может быть это и больше но во всяком случае я заметил что постфикс он должен быть в пределах трех значные цифры то есть если это больше то как-то не удается воспроизвести поэтому что делаем я например беру Vegas мне проще обрабатывать видео в Vegas и создаю некий проект видео RevStrike и в проекте в свойствах выставляю 630 ширину высоту 360 чтобы небольшой был кадр частота кадров 30 порядок полей отсутствует визуализация хорошая межстрочная устранение развертки отсутствует 30 кадров в секунду квадрат все окей вот с такими настройками можно просто перетащить уже заранее подготовленный клип в проект и просто вытащить его на таймлайн вот в Vegas я не знаю как там в After Effects или в примере что здесь мне нужно мне нужно определить где будет видео видео где записаны удары вот где-то примерно здесь начинается я нашел и подтаскиваю сюда первый маркер в верхней строчке это ограничения которые те кадры которые будут сохраняться и вот здесь у меня последний кадр вот такая последовательность она записана у меня удар ну как бы с четырех сторон в домашних условиях что-то попытался воспроизвести посмотреть как можно в тайминге выстроить движение ну и вообще насколько движение будет естественным после чего нужно сделать фильм вот это сделать фильм я использую Vegas Movie Studio HD Platinum вот так 11 версия Vegas Pro мне не приглянулся не очень удобно из него выводить уже финальную секвенцию или ролик какой-то сделать фильм сохранить на жесткий диск теперь нужно указать куда это пойдет в какую папку вот сюда видео риф с каким названием создам новую папку назову ее ну пусть кросс будет все-таки и пусть это будет риф страйк сохранить и дальше вот здесь есть список всевозможных форматов которые можно вывести из Vegas и самый последний это последовательность изображений то есть sequence image sequence я выбираю там либо PNG либо TIFF можно выбрать форматы которые будут использоваться ну например TIFF и визуализировать только отрезок цикла у меня тут русская версия что-то как-то так взялась поставилась русская хотя удобнее с английской работать визуализировать только отрезок цикла нажимаем визуализировать и ждем когда все кадры зальются последний кадр в секвенции оказался 1050 то есть где-то на 51 кадр больше чем возможно оказалось ну это в общем-то не страшно вот 999 и эти кадры я просто удалю всегда можно сместить последовательность в самом Вегасе тем самым захватив какой-то другой кусок и сохранив другой кусок секвенции вот теперь у меня есть все эти кадры мне нужно сделать так чтобы количество цифр было только 3 для этого я возьму Total Commander вот она моя папочка и мне нужно все их выделить для чего я нажимаю звездочку в клавиатуре либо можно выделять еще правой кнопкой мышки либо вот Mark тут есть Select All то есть их нужно всех отмаркировать и в Total Commander есть такая вот маленькая кнопочка Rename Multiply Files то есть переименовать множественные файлы Rename Rename Mask File Name должно быть имя Name Extension такой же остается и вот оно Old Name и New Name мне нужно сделать Search For Underscore почерк 000 и три нуля предыдущие Replace With Clear удалить их таким образом остается только три цифры до 99 кадра и сделать Start К сожалению не удается в Майю поместить непосредственно сам клип поэтому приходится сделать вот так теперь когда все переименованы идем в Майю и можно сделать следующее у меня есть еще дополнительная камера вот если в Panel выбрать перспектив у меня есть Persp1 то есть еще одна дополнительная камера вот я из нее смотрю и вот она здесь перемещается можно выделить камеру и в ее атрибутах найти Environment Окружение и Create Image Plan и точно так же можно сделать View Image Plan то есть я сейчас смотрю из этой камеры вот еще раз Panels Perspective Persp1 я из нее сейчас смотрю теперь View Image Plan Import Image Теперь мне нужно выбрать первый кадр последовательности и открыть его у меня загружается полностью изображение в View портах и нужно включить здесь Use Image Sequence Использовать последовательность кадров и теперь вот имеется вся последовательность и вот к примеру если я поставлю тысячу кадров всю последовательность открою вот с этого положения вот с этого положения я посмотрю какой наилучший здесь я попытался просто воспроизвести удар с четырех сторон три раза с каждой стороны по три раза ну и вот например вот здесь движение начинается значит 273 кадр я начинаю с него здесь же в Image Plan есть Frame Offset и я здесь выставляю 273 таким образом у меня вся последовательность смещается и теперь 273 кадр он оказывается первым и теперь можно воспроизводить движение причем движение завершается где-то к 40 кадру поэтому я выставляю последний кадр 40 для редактирования и я приблизительно вижу вот как стоит персонаж всегда можно сделать offset с какой-то другой позиции поскольку здесь с нескольких сторон это движение воспроизвожу ну вот например с этой стороны пусть пусть будет со спины ничего страшного и видно что в принципе движение по скорости совпадает вот немножко не совпадает реверс и постановка в позу здесь еще небольшие такие микродвижения происходят оно может быть меньше оно заканчивается 35 и уже где-то вот к 35 должно заканчиваться да действительно так и получилось по таймингу и теперь можно это движение немножко сконфигурировать то есть выбираю какой-либо элемент вот оно движение которое воспроизводится в данный момент нужно сделать activate case и если к примеру не входит движение какое-то то можно его выбрать выбрать атрибут editor вот оно это движение и указать его размер source start source end и в случае если например source end выбираю 40 оно у меня уже 40 кадров становится чуть-чуть подлиннее но если я выбираю 35 оно остается 35 все как было теперь нужно отрегулировать выставить его движение вот стартовая поза пусть остается той же чтобы не переделывать их все хотя в принципе ключи можно перекидывать из одного клипа в другой точно так же они же сохраняются просто в буфере обмена и таким образом сактивировали ключи выбрали копии перешли в следующий клип activate case enable clip activate case и вставили туда past все ключи переносятся в принципе вот но мне эта стартовая поза в принципе вполне устраивает единственное что вот здесь уже пошло движение а у меня он замахивается вот поэтому в принципе вот где-то вот с этого кадра мне нужно все эти движения перенести поэтому средней кнопкой мышки перетаскиваю на этот кадр нажимаю S теперь смотрю и он уже пошел он уже не замахивается во всяком случае во всяком меньше это делает так и нужно видимо посильнее это сделать в принципе вот это движение уже тут где-то должно быть и почти точно совпало с с пятнадцатым кадром с пятнадцатым кадром а затем идет возврат и это положение можно подправить вот там где идет возврат то есть в принципе здесь уже руку можно выпрямить отключаем автокейн включаем включаем автокейн И снова уходит в позу. Профиксил. Все, до 35 кадра. И Activate Case можно снять. То же самое можно как лучше управлять внутри. То есть, например, если работаем фронтально, вот отсюда, то логичнее просто камеру спозиционировать по-другому. Можно вот так крутить саму камеру. И спозиционировать немножко изображение в другом ракурсе, в другой плоскости. То есть, потаскать саму камеру. Можно при помощи навигации выставить изображение там, где нужно. И, в конце концов, можно регулировать размер. То есть, насколько изображение хотим сделать побольше. И выбирая сам ImagePlan, в его атрибутах мы можем менять Offset. То есть, например, сейчас, если я поставлю 0, и использую весь TimeSlider, я могу определить, где я фронтально воспроизвожу движение. Где фронтально воспроизводится. Вот, например, вот из этого кадра. Вот уже пошло. Где-то вот из этого, из 52-го. 52-й кадр. Воспроизводится фронтальное движение. 35 кадров. Ну и вот, можно, например, ноги отрегулировать, как происходит подворот, с какой скоростью. и регулировать тайминг. Таким вот образом. И смотреть, как сама поза. Как поворот происходит. И все остальное. Поворот корпуса. Где, когда рука оказывается. Как происходит захлёст движения. Реверс обратный. Вот, к примеру. Реверс пошёл обратно. Это нужно исправить. То есть, несколько раз движение воспроизведено. Поэтому точного попадания абсолютно не будет. Активирует кейс. Вот. И рука оказывается здесь несколько быстрее. Это нужно учесть. И сделать захлёст. Таким образом. что вот здесь рука оказывается быстрее уходит назад. Вот таким образом можно работать с видеоматериалами. Загружать видеоматериалы в мае. Для того, чтобы воспроизводить тайминг. Очень удобно. Даже с самого начала с этим работать. То есть, загрузить какое-то видео. И выставлять позы именно в тех кадрах. Ориентируясь на видеоизображение. Таким образом, попадание в тайминг будет гораздо лучше. Гораздо эффективнее. Вот такая ситуация неизбежно возникает. Когда необходимо конечностями персонажа производить какие-то смешанные действия. Ну, к примеру пока ноги у него стоят на полу. Инверсная кинематика которая действует на контроллерах она тут очень даже осмыслена. И прикрепление эффекторов вот этих контроллеров в пространстве тоже осмыслено. при этом, когда персонаж начинает производить какое-то действие вот, например, пинок то при этом инверсная кинематика вытворяет вот такие вот нехорошие вещи. То есть, контроллер перемещается. В принципе, все нормально. Но здесь должна быть уже прямая кинематика. Потому что вся динамика такого движения она выстраивается уже по другому признаку. Сначала перемещаются тазовые кости они тащат за собой бедро развивается такой эффект хлыста. То есть, вся энергия накапливается через голень уходит в ступню и в конце концов идет такой выхлест. Это уже форвард кинематика. Но при этом у нас сейчас работает ИК. Берем этот контроллер и в случае, если мы убираем ИК вот здесь у контроллера есть такие эти самые вот он маркер показывает что сейчас инверсная кинематика отключена так же как и во всех других контроллерах. И теперь все работает нормально. Теперь все как должным образом так и должно быть. Но теперь если мы посмотрим в каком-нибудь другом контроллере что происходит вот к примеру здесь эта нога ездит как хочет теперь она уже не закреплена на полу потому что у этого контроллера инверсной кинематики больше нет. Все. Значит мы включаем инверсную кинематику на Translate и Rotate и теперь видим что все нормально. Переходим опять в анимацию в тот клип где у нас нога снова воспроизводится эффект выворачивания ступней. Как с этим быть? Очевидно что нужно поставить сюда ключ. Но при этом если мы поставим ключ этот канал не находится в чакторе. И вот в этом заключается проблема что у нас некоторые каналы вот такие как например Translate Rotate Rich и FK они не попадают в чактор. Поэтому их нужно туда добавить. Нужно выбрать этот чактор в активном состоянии. Вот он. Затем выделить эти каналы Rich Translation Rich Rotation и вот здесь в главном меню чактор добавить их Add to Chactor Set добавить их. Теперь вот здесь тоже желтенькие высвечиваются окошки. Причем когда просто этот канал доступен для анимации можно нажать правой кнопкой мышки и сделать Set Key. То есть если вы анимируете все без вот этих без Tracks Editor без чактора можно просто делать Key и все. Чактор не нужен если вы делаете все в одном файле и не пользуетесь нелинейной анимацией. Вот. И то же самое в этой ноге. Выбрали каналы Rich Translation Rich Rotation Добавляем в Chactor Set. После того как добавлены эти контроллеры мы заходим в Activate Case активируем ключи выбираем контроллер вот у этой ноги и до пятого кадра у нас идет инверсная кинематика все как положено. Выбираем оба эти канала и делаем Key Selected Выставляем ключ только на эти два выбранных канала выделенных. Затем переходим к десятому кадру и вот здесь мы можем отключить инверсную кинематику это можно сделать здесь выставив ноль либо здесь переместив слайдеры в ноль и выставляем ключи Key Selected и вот у нас имеется анимация то есть сразу видно что здесь имеется инверсная кинематика и на протяжении пяти кадров она уходит в ноль и в таком виде остается все движение ноги исправлено можно выйти отсюда из этого клипа но при этом желательно выставить ключи таким образом во всех клипах мы добавили инверсную кинематику обоих контроллеров ног в чактор и теперь те ключи которые выставляются они ну то есть в том виде в котором они остаются они остаются в тех клипах в которых нету ключей на эти каналы таким образом там тоже нужно поставить ключ на единичку потому что там только инверсная кинематика работает то же самое можно сделать с контроллерами рук чтобы переключать инверсную кинематику потому что никогда не знаешь что будет делать персонаж поэтому в принципе лучше это сделать сразу и при этом помнить что там находится ключ на инверсной кинематике не забывать потому что это не очевидно видно что контроллер находится в чактере вот этот не находится в чактере у него нету зависимости каналы не отмечены желтым цветом вот эти в чактере находятся ну то же самое то есть в принципе все которые у контроллеров могут понадобиться вот эти с инверсной кинематикой возможности я думаю что для такой масштабной широкомасштабной работы лучше все таки в единичку все выставить ключ все добавить в чактер а что делаю дальше сейчас у меня ключ выставлен здесь тоже ok selected дальше мне нужно выйти activate case enable clip подключить иду в другой клип enable activate case и здесь выбираю оба эти контроллера выставляю им case selected можно так activate case enable clip ok selected для большей сохранности можно держать анимации отдельно в отдельных файлах выбираем какой-либо клип файл экспорт анимейшн клип и сохраняем что это fkick low вот так с маленькой к сохраняется в формате maya sci save и теперь мы можем сделать если у нас то есть мы можем все клипы удалить в принципе можем держать персонажа отдельно от анимации и подгружать ему клипы по мере надобности либо перекидывать из файла в файл ну то есть неизвестно где находится этот персонаж возможно в случае там каком-то таком вот случае тоже довольно распространенном потребуется сцена с несколькими персонажами необходимо анимировать их одновременно поэтому отдельная сцена где содержится несколько персонажей на каждую из них свой чактор и соответственно на каждого может быть какая-то нелинейная анимация своя то есть каждый должен иметь свою анимацию редактироваться отдельно хотя и в одной сцене к примеру и поэтому мы точно так же можем загрузить импорт анимейшн клип можно тючактор можно просто импорт анимейшн клип и вот он этот клип мы его загружаем я его не буду загружать потому что он здесь уже есть если все совпадает если этот клип сделан на идентичном персонаже на идентичном чакторе точнее то все будет нормально работать в принципе имеется даже возможность перекидывать на неидентичном персонаже анимацию посредством маппинга вот существует такой чактор маппер такое довольно трудоемкое занятие сделать соответствие какой канал какому соответствует из одного чактора в другой то есть на неидентичных и тогда в общем-то можно перенести редко кто этим пользуется по-моему я вот не видел чтобы кто-то активно этим пользовался но иногда такое приходится делать иногда такое бывает для исправления там чего-то то есть в общем-то мая позволяет произвести любые действия решить любые трудности и достаточно гибко и полностью в процессе то есть любые исправления можно вносить в процессе самом то есть вплоть до того что есть чактор мы знаем какие элементы туда попали какие названия и даже если персонаж будет очень существенно переделан все равно это хик-система если даже вот у нас будет тот же самый чактор те же самые названия идентичные то даже при переделанном персонаже мы можем заново загрузить на них анимацию это называется non-distractive pipeline неразрушительный pipeline когда разные отдельные этапы работы делаются нелинейно то есть к примеру мы могли бы сделать анимацию на какой-то болванке незаконченной модели в то время как моделлер в это время делает модель запраша к примеру несколько человек когда работают аниматор уже приступил к анимации в то время как моделлер еще даже и не сделал модель и текстуры даже еще и в планах не были но при этом анимация уже может быть сделана и любой этап может выполняться в любой момент то есть это нон-деструктив pipeline анимации 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 Продолжение следует...